Итак, запись у нас пошла. И о чём мы сегодня будем говорить? Сегодня мы в продолжении разговора о разочаровании будем говорить про неудачи в нашей жизни. То есть это крах надежды, крах успеха, крах ожиданий, фиаско, провал и так далее. Вообще люди у нас, существа целеполагающие. То есть вся наша жизнь – это постановка и достижение каких-то целей. И чем желаннее эта цель, чем она грандиознее, и чем больше сил прилагается, тем сильнее мы испытываем боль и разочарование от провала, от неудачи, от неуспеха. Как выйти из состояния самого разочарования, если вы в нём уже зависли давно и надолго, которое мы с вами, например, взрастили, то посмотрите предыдущий мой прямой эфир. А сегодня мы поговорим о самом факте неудачи. Как его прожить, этот факт неудачи, то есть как вылезти из этой неудачи с какими-то плюсами и минусами, и вообще как помочь себе достигать желаемое. Вот такая у нас сегодня программа. И в конце у нас будет практика. Итак, что же такое неудача? Что же это такое? К сожалению, наша жизнь не идеальна. И далеко не всегда у нас получается иметь то, что мы хотим. К сожалению, так это происходит. И вот когда реальность не соответствует нашим ожиданиям, имеет место неудачи. Но существует ли она на самом деле? Я сейчас приведу два примера. Первый. Возьмем двух учеников. Один отличник, второй двоечник. Проходит контрольная работа. И оба эти ученика получают четверки. Для первого это что? Крах, неудача. То есть все кошмар, как это так. А для второго это прямо в угол какая удача. Или второй пример приведу. У меня есть очень хорошая знакомая. Она владелица косметологической клиники. И вот в 90-х годах, после того, как она закончила мединститут, отработала врачом, она решила создать вот эту вот клинику косметологических услуг. И она так, помню, переживала. Она там строила грандиозные планы. То есть это прям было для нее цель очень важная. В то же время ее родители, врачи, ученые, именитые достаточно, смотрели на это, как крах надежды на свою дочь. Что это такое? Дочка их, любимая дочка, которая работала врачом, решила пойти угридавить. То есть для них это была катастрофа поменьше. К чему я эти сейчас примеры привожу? Значит, что получается? В действительности неудача – это всего лишь мнение о полученном результате, на наши действия, на наши желания, на наши цели. А как известно, мнение столько же, сколько и людей. Получается, неудача – это субъективная, очень индивидуальная оценка какого-то результата. Но, тем не менее, у большинства людей одинаковое представление о том, что такое неудача. Почему? Потому что мы живем в сходных условиях. Мы смотрим одну и ту же рекламу. Мы подчиняемся одним и тем же законам. Мы соблюдаем одни и те же традиции. И все это так или иначе вырабатывает у нас стереотипы, шаблоны, что такое хорошо и что такое плохо. И, соответственно, достижение этого хорошо и есть удача. И так получается. И вот, наслушавшись вот этих вот критериев, что такое хорошо, что такое плохо, от бабушки, от мамы, от соседей, от учителей, от подруг, друзей, коллег, кого угодно, тех, которые мы уважаем, ценим, мы начинаем оценивать свою жизнь по общепринятым стандартам. Вот. А главное, подгонять ее под эти стандарты. Вот. И если эта подгонка не удалась, то мы испытываем разочарование от нашей жизни. Вот. Так как себе помочь? То есть, чем мы сегодня будем заниматься? Мы сегодня будем разбирать, как прожить правильно вот этот сам факт неудачи в нашей жизни, да, какой-то очередной неудачи. К сожалению, они случаются сплошь и рядом. И второй немаловажный момент, да, как научиться достигать правильно свои цели. Так. Ну, начнем мы с факта проживания. Все ли понятно? Ставьте плюсики в чат. Если есть вопросы, то, конечно же, приветствуются. Итак. Угу. Все вижу. Итак. Проживание самого факта неудачи. Все. Неудача с нами случилась. Что мы с этим будем делать? Начну с примера. Опять же таки. Вы когда-нибудь наблюдали, как дети собирают пазлы? Когда они учатся собирать эти пазлы. Вот они берут эти, да, детальки, да, и вот они явно не подходят друг другу. Они их там составляют, составляют, затыкают, да, нервничают, ругаются, да, или там задумчиво сидят, смотрят на это, да. Скажите, пожалуйста, что ребенок в этот момент испытывает? Он терпит неудачу или он учится? Или решая кроссворд, если вы решали кроссворды, ну вот вы в какой-то момент обнаружили, что слово, которое вы написали, не подходит. Вы тоже потерпели неудачу или научились чему-либо? То есть что предлагаю я? Я предлагаю рассматривать неудачу не как провал, да, а как информацию. То есть эта информация, модель поведения, которая провалилась, дает нам много информации о том, что можно еще сделать, да, и о том, чего делать не нужно, если вы хотите достичь чего-то конкретного. То есть не впадать в уныние, да, сразу, ой, все, капец, все прошло, все пропало, да, а проанализировать, что дал мне этот опыт. Следующий момент. Когда мы чего-то очень хотим, да, и вот прям вот чего-то жаждем и испытываем на этом пути провалы, неудачи какие-то, да, мы смотрим и ощущаем себя, себя как лошадь в шорохе. То есть мы ничего не замечаем вокруг, мы зациклены на чем-то. И чем сильнее эта цель, тем мы сильнее зациклены на этом. То есть, например, получать хорошие оценки, выстроить карьеру, встретить мужчину или женщину своей мечты, да. Вот. Я хочу обратить ваше внимание на один такой момент, на очень важную деталь. вот это все не является по большому счету жизненной необходимостью, да, или по-другому. Почти каждая цель, которую вы пытались достичь или даже достигли, не является жизненной необходимостью. То есть здесь и сейчас гораздо важнее в любой момент, чтобы вы дышали, да, чтобы кровь правильно циркулировала по вашему телу, чтобы сердце работало исправно, чтобы ножки ходили, чтобы ручки действовали. Уметь вот это жизненной необходимость для того, чтобы вы жили. И получается очень интересная штука, да. Раз ваша цель здесь и сейчас не является жизненной необходимостью, то нужно, видимо, настолько сильно страдать, когда вы испытали вот эту вот неудачу. Почему я это говорю? Теперь вы можете сказать себе в этот момент, когда вы потерпели неудачу, следующее, например, что пока я живу, или я, слава богу, жива, да, или, например, это не конец, это начало, или там нас лопатой не убьешь, и так далее. То есть придумайте себе такую фразу, жизнеутверждающую, да, которая, с которой вы сможете прожить эту неудачу. Ещё раз, любая ваша цель, которую вы хотите достичь или достигли, не является жизненной необходимостью. Жизненная необходимость для вас это дышать, да, это чтобы работало сердце, это чтобы работали ноги и руки. Понимаете, всё то, что поддерживает в вас жизнь. И поэтому, когда произошла неудача, вы сами себе говорите, это не конец, это начало, да, я продолжу, главное жив, или главное жива, и так далее. Придумайте себе эту фразу, очень важную, жизнеутверждающую, которая вас будет поддерживать в момент, когда наступила неудача. Идём дальше. Если вы при достижении своей цели постоянно терпите какие-то неудачи, вот-вот постоянно, да, всё не так, всё не складывается, не получается, да, то, возможно, вам стоит задуматься при очередном витке неудачи о том, что это точно ваша цель, а это точно то, что вам нужно. Задумайтесь об этом. Это очень важный момент. Очень важный момент. Потому что, к сожалению, мы очень часто ставим цели, исходя не из своих собственных желаний и убеждений, да, а исходя из того, как вот я сказала раньше, да, исходя из определённых стандартов, определённых шаблонов, того, как надо и как будет хорошо. Поэтому задумайтесь. Во время очередного провала у вас появляется шанс увидеть свою настоящую цель, чего хотите именно вы на самом деле. Следующий момент. Одним из последствий таких вот важных после того, как вы потерпели неудачу, является ощущение одиночества и беды, да, вам начинает казаться, что только вам не везёт жизнь. Провал становится чем-то вот личным, да, а не то, что свойственно всем людям. Знаете, вообще, да, вы можете решить, что ваша неудача уникальна, что вы вот прям качественно отличаетесь от других людей в лучшую сторону, что у всех вот всё получается, только у вас ничего не получается. Здесь, что я хочу вам порекомендовать. Подумайте, пожалуйста, о том, что неудача – это нормально. Это нормально. Это часть отношений, это часть работы, это часть занятий, это даже часть заботы о ком-то. Неудача – это то, что свойственно абсолютно всем людям. И успешным, которым, кажется, тоже в том, где мы все не сразу научились ходить, мы падали. Мы все не сразу научились во что-то инвестировать, были свои поражения. Мы не сразу все научились строить свой бизнес. И успешные люди точно так же периодически испытывают провалы в своих делах, в своих начинаниях. Прямо повесьте себе тоже листочек на рабочем месте, на своем что. Неудача – это нормально. Это часть работы. Идем дальше. То есть, если мы сами сможем себе доказать, что неудача – это норма жизни, что вместе с ней приходит опыт, мы сможем спокойнее реагировать на какие-то неудачи в нашей жизни. А не впадать в уныние и тем более в разочарование. Теперь мне бы хотелось поговорить о перфекционизме и о совершенстве. Вы знаете, что я хочу посоветовать? Учитесь быть несовершенными. Потому что стремление достичь во всем успеха сродни стремлению достичь во всем совершенстве и идеальности. То, что недостижим идеального мы мы не можем достичь в принципе. Нет в мире ничего идеального. И получается, что стремясь к совершенству во всех мелочах, во всех нюансах, которые вас окружают, вы постоянно испытываете разочарование, постоянно испытываете неудачу. Вы видите, что то, что вы сделали, ну, несовершенную. То есть, чем больше этих будет мелочей, в чем вы ищете совершенство, тем больше будет у вас неудач. Гораздо важнее, гораздо важнее найти какое-то дело, какое-то занятие вот прям лично для себя, которым вам не нужно будет достигать этого совершенства и идеальности, а наслаждаться самим процессом. так, ну что, все ли понятно по поводу того, как постараться прожить факт неудачи, что с ним делать, потому что сейчас мы переходим ко второй части нашего марлезонского балета вообще про постановку цели, потому что неудача это что? Это когда мы не достигли своей какой-то цели, да, поэтому сейчас будем как раз говорить про важность цели, про правильность постановки этой цели. Давайте мне ваши плюсики в чат, ага, вижу. Итак, как же правильно ставить цели для того, чтобы достичь? Я так думаю, вы замечали, да, что есть такие цели, которые сами вас за собой тащат, да, и вы руки в ноги вперед пашиваете, вджубываете, работаете, все делаете, все получается как бы само собой, а есть такие цели, да, которые вы себя заставляете достичь, да, заставляете что-то делать, чтобы достичь эту цель, разница в постановке цели. Итак, какие должны быть цели, да, значит, значимые, желанные, что немаловажно, свои. Вот, и три правила, как должна быть сформулирована цель, да, которая вас за собой потащит все это делать. три правила, она должна быть измеримая, достижимая и позитивно сформулированная. Так, надо подробнее по этим трем критериям или не надо, что такое измеримое, что такое достижимое и правильно и позитивно сформулированное? Если надо, то напишите, что да, надо, хорошо. Итак, ну, например, по поводу достижимых, я буду, может быть, примеры такие утрированные, да, но надеюсь, что это будет понятно. Достижимая цель. Хочу быть королевой Англии. Понятно, да? Вот, то есть, что цель недостижимая. Грубо, но верно. То есть, ваша цель должна быть реальностью. Измеримая. Что такое измеримое? Ну, например, хочу купить дом на берегу моря. То есть, интересный момент, именно купить, а получить в наследство или построить дом, да, уже никак отметаются, понимаете? То есть, очень важна формулировка, да, вот в этом плане, чтобы она измерялась определенными вот критериями. Итак, если купить, значит, только купить. То есть, подберите такую фразу, которая бы расширила вот это значение, что и получить наследство, может быть, да, и построить. Так. Здесь бы, я так думаю, подошло бы слово владеть домом на берегу моря. Опять же, еще один такой момент. На берегу какого моря? Как там? Лаптевых или моря какое там у нас море есть? Здесь, в северном ледовитом океане, на Беринговом проливе? Уточните, пожалуйста. Вот. То есть, хочу владеть домом на берегу Черного моря или Средиземного моря. Понятно, да? То есть, должна быть ясность, четкость, понятность. И при том, не ограничиваться какими-то конкретными способами достижения, да? То есть, не купить, а просто купить, да? Овладеть. Это вот более так объемно подразумевает. Понятно? Теперь, позитивно сформулированно. Обязательно цель обрести что-то это позитивная цель. Цель избавиться от чего-то, отказаться от чего-то это негативно сформулированная цель. Это должна быть позитивной. Например, хочу уехать из-за родного города. Неправильно сформулированная цель. Опять же таки, что делаем измеримость, да? Хочу жить в Москве. Понимаете? Вот. Или хочу избавиться от лишнего веса. Неправильно сформулированная цель. Цель должна быть такая там. Например, хочу весить стабильно столько-то килограммов в здоровом и красивом теле. Угу. Понятно? Вот. Очень много тренингов по этому поводу. То есть как правильно начать формулировать цель, да? Как она должна быть сформулирована? Итак, обязательно. Значит, три правила. Цель должна быть ваша. Измеримая, достижимая и позитивно сформулированная. Угу. Теперь смотрите, еще один такой момент. Если цель завязана на деньги, добавляются еще три правила. Сколько? Зачем они мне нужны? Когда нужны деньги? Угу. То есть сколько и зачем они мне нужны, и когда они мне нужны. Угу. Дальше. так. Значит, сформулировать цель. Теперь идем дальше. Теперь мотивы. Самый главный вопрос. А для чего мне все это надо? И вот здесь как раз появляется на свет истинность вашего желания. Вашего желания. Для чего вам все это нужно? То есть вот прям берете свою цель, да? Например, что там владеть домом на берегу Средиземного моря. Для чего? И вот если вы не найдете мотивов, да, то эта цель ваша будет вот просто как бы несбыточной мечтой. Может быть, вы эту цель услыхали, да, или вот посмотрели по телевидению там виллы на берегу там у одного или там знакомые живут у них тоже, там есть дом на Средиземном море. эх, хорошо бы уметь, вот чего же я не могу уметь. Сидите умело так, тоскуйте об этом. Вы определитесь с мотивом, а оно вам надо? то есть нужно определиться с мотивами, для чего вам все это нужно. И затем после того, как вы цель поставили, да, все оно у вас измеримое, достижимое, позитивно сформулированное, мотивы у вас есть, да, для чего именно вам это конкретно нужно, теперь нужно разобраться с ограничениями в вашей голове, что вам мешает этого достичь. И получается очень часто бывает такое, что вот хочется это делать, а внутри что-то держит, да, чаще всего какие-то страхи, или вот ну вот прям тревога, или вот прям ну неуютно в теле, то хвост болит, то лапы отваливаются. То есть речь идет об ограничивающих убеждениях. То есть ваше сознание построило определенный забор благодаря вашему жизненному опыту, да, определенный забор, это нельзя, это не рекомендую, это мы вообще делать не будем, к этому не прикасаться, и все, вы из этого не вылезете. И получается, цель есть, мотивы есть, но внутри сидит ограничителя, который не пускает, вам это делают. То есть можно работать с внутренними убеждениями, вот с этими внутренними ограничителями и страхами. Это очень серьезная работа. Очень серьезная работа, и чаще всего ее лучше делать с тренером, с коучем или с психологом. Вот. Много сейчас коучей, бизнес-тренеров по поводу того, как достичь успеха, как заработать миллион, как стать счастливым, много, на разный вкус и цвет, чем я могу помочь вот в этой проблеме. То есть я могу вам помочь достичь вашей цели. То есть и правильно сформулировать, и разобраться с мотивами, и поработать с ограничивающими убеждениями. Это можно сделать индивидуально, пожалуйста, потому что самая кропотливая работа, это как раз работа с внутренними убеждениями. То есть убрать вот эти все подводные камни. Пожалуйста, индивидуальная работа, пожалуйста, в центре трес. У меня целый есть раздел, который называется достижение своей цели на 100%. Это цикл видео уроков, как вот это все и цель построить, с мотивами разобраться, и изменить свою реакцию, изменить свое поведение. И самое вкусное, самое классное, это как поработать и проработать со своими внутренними вот этими частями подсознания, чтобы они разрешили достигать нам эту цель. вот. Ну что, в принципе, как бы все, что я запланировала, я рассказала, да, то есть сегодня наш был эфир посвящен тому, чтобы поговорить о том, что такое неудача, да, как себя, как себе помочь прожить эту неудачу, и самое главное, да, как правильно ставить цели для того, чтобы этих неудач и разочарований было меньше. Повторюсь, разочарования неизбежны. Бывают такие ситуации, когда все идет не так, как нужно, да, это ситуативно, но есть разочарования, взросшенные нами, да, то есть либо когда цель неправильно поставлена, да, либо когда мы подавляем какую-то эмоцию, да, вот, ну, это я говорила на первом нашем эфире, понимаете, вот, и что получается, что мы можем сделать, мы можем уменьшить количество неудач в нашей жизни, да, и тем самым уменьшить количество разочарований в нашей жизни, меньше разочарований, меньше, скажем так, возможностей, в кавычках, да, заполучить депрессию и психосоматику, туда же, то есть разочарование это прямой путь, затяжное разочарование это прямой путь в депрессию и психосоматику, вот, так, ну что, надо Карское, да, понятно, Карское море, хорошо, ну что, сегодня у нас будет практика, это разочарование связанное с ощущением неудачи, если сейчас у вас есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте, вот, пока мы готовимся к этой практике, еще раз, значит, хочу обратить ваше внимание, избежать разочарований в жизни, что все будет прекрасно, и кругом будет все замечательно, это невозможно, да, разочарование, это часть нашей жизни, неудача, это часть нашей жизни, но, что в наших силах, в наших силах вылезти из состояния затяжного разочарования, да, в наших силах правильно научиться проживать там факт неудачи, и в наших силах научиться правильно ставить цели, которые будут достигаться, которые так будут за собой тащить, да, что на вашем пути никаких неудач не будет, именно в достижении вот этой конкретной цели. Так, ну что, вопросов нет, ставим плюсики в чат, если вы готовы к практике, значит, во время практики, что от вас требуется, это занять удобное положение, лучше всего лёжа сегодня и вижу плюсики и не анализируя, не критикую себя, правильно я делаю, неправильно я делаю, и не слишком стараясь, да, вот прям вот усиленно там слушаться в мои слова и вот прям следовать дадом. Без всего вот этого вы закрываете глазки и слушаете практику с ощущением того, ну вот сказка на ночь. Ну что, так, давайте-ка я остановлю запись, практика у нас пойдёт без записи, без записи, я, но я это не знаю, Продолжение следует...